Всем приветики! Откуда из магазина Майта? Где у нас большие не скидки и будем примирять летнее платье с короткими рукавами. Большинство этих платьев будут длинны примерно чуть-чуть за колено, поэтому я в белых полючках. Как бы вы их не ругали, они здесь очень кстати, потому что многие платья чрезвычайно прозрачные. Здесь специально даже двойная, сейчас покажу, вот видите, какая-то морлевка и снизу еще подкладка, поэтому в этом скорее всего будет жарко. Все-таки два слоя ткани, наверное, налить вам нужно. Тоже такое полупрозрачное, но здесь есть уже такие моменты украшения. По поверху идут кружево, присборено, снизу тоже такие небольшие сборочки. В общем, такое вот очень летнее красивое платьице. Размеры в основном 2XL, я смотрю. И на многих стоит единый размер. Он такой неплохой, и вот здесь будет совсем уже кружевное. Все в дырочку. Посмотрим. Цена предыдущего была 23 евро со скидкой, а это намного дороже. Это изначально 45 и со скидкой будет стоить 35. Ну зато прям такой совсем кружевное, кружевное. Тоже 23 евро, потому что, по-моему, на него скидки нет. Вот это что-то из новенького. Но, опять же, здесь двойной слой одежды. То есть, снизу подкладка. Из-за того, что она очень-очень тонкая. Вот так красиво. Еще с голубыми цветами там было, с какими-то еще. Ну, в общем, это один из вариантов. Это недорогое, 16 евро. Достаточно яркое. Такое в один слой. Кармашки хорошие сверху так, а не сбоку. Потому что, когда сбоку, они часто там себя ведут. Потом непонятно. Длина хорошая, в общем. В общем, все в нем хорошо. Это самая длинная из всех. У него красиво собираются. Здесь карманы завязываются. И поэтому, несмотря на то, что она тоже в одном размере, здесь могут разного размера люди вписаться. Просто, если вам нужно побольше, вы распускаете здесь на карманах. Но чисто белые. На нем будет прекрасно смотреться всякие украшения. И рукавчик вот такой вот. Оно поплотнее немножко материал, чем предыдущий. И цена на него... Сейчас я посмотрю. Вот такой вот. На сколько я что-то вижу? 19,99. Ну, то есть 20 евро. Так я сделала свой выбор. Мне очень понравились твои вещи. Пока я иду домой, догадайтесь, какие. Чтобы пели вы из этого. На двум платьям добавилась еще белая сумочка. Понравилась она мне очень. Марка Даниэла Донати. Она у нас... Эта фирма есть. Хотя, судя по названию, это должно быть что-то итальянское. Такая приятная, мягкая. Ненастоящая кожа. Поэтому недорогая и со скидкой еще была. Ну, вот дойду до дома, тоже вам все покажу. Тут рядом с торговым центром недавно поставили забор и начали что-то строиться. И я все время думала, что ж там такое будет. Ну, вот увидела вывеску, что какой-то ресторан быстрого обслуживания. Как это может происходить, не знаю. В идеале какое-нибудь самообслуживание. Тогда это точно будет быстро. Ну, когда построят, посмотрим. Будет конкуренция с Лидо, которое здесь находится. Один раз, я думаю, мы точно туда сходим. Очень душно, жарко, но я хочу пойти пешком. Сейчас солнце спряталось за тучку, поэтому немножко легче дышится. Пока я иду этой длинной скучной дорогой, расскажу, что я видела в магазине Депо из цветов. Там появились мини-фиалочки, где-то примерно 2 евро с небольшим. Они миниатюрные трех цветов. Белого, синего и такого сиреневого. Очень красивые, пышно цветущие. Потом привлекло внимание цветение гибискуса китайской розы. Она была, правда, там я видела в одном цвете, в желтом. И такие достаточно простые, не махровые цветы. Но все равно смотрелись очень хорошо. Как всегда, много колонхоя, самых разнообразных. Очень много пеларгонии. Ну, потому что сейчас сезон. И папоротники. Мне понравился одиантум. Я уже его положила в корзинку, но так как мне надо было покупать коврик, чтобы не помять растение, думаю, можно приехать отдельно. У меня с ним не очень получается дружба. Она у меня любит зимой сушить листья. И отвернулась, чтобы людей не снимать, не стеснять, пока они проедут на велосипедах. Вот проехали, теперь можно дальше разговаривать. И обычные папоротники, такой, как я покупала в Максиме. И вот этот одиантум с мелкими листочками, он очень красивый. Он мне очень нравится, но один раз у меня он засох зимой. Просто начал отсушивать листья. Наверное, не смогла ему нужную влажность предоставить, поэтому я его подержала в руках и поставила обратно на полочку. Стоит он там очень недорого, тоже в районе 2 евро. Так что, если кого-то такие цветы интересуют, вообще там, судя по всему, было пополнение цветочное, потому что появились фитонии самых разнообразных оттенков. От розовой, красной, зеленой с красными прожилками и очень красивые листья. Но она тоже требует влажности, потому что она в природе растет где-то там по берегам болот и рек. Поэтому тоже отставила пока временно. Сейчас вот в эту жару купить оно просто дома, наверное, спекется. Нам предстоят еще 10 дней примерно 30 градусной жары. Ну, по крайней мере, насколько далеко может гесметио нас порадовать прогнозом. Поэтому сейчас, наверное, не рискну что-то покупать из растений. Хотя, конечно, хотелось. Ну вот, теперь прямой путь по трамвайным путям и домой. Человек гуляет с собачкой и читает одновременно книгу. Так приятно видеть, что кто-то читает книги. Видела ребят смешных? Они ехали на электро вот этих самокатах, но не стоя, а сидя. Один даже сидел в позе лотоса. Вот какие у нас продвинутые мальчишки. Так, а я иду не по тем путям, мне надо идти навстречу транспорту. А я повернулась спиной. Хотя мой трамвайчик ходит очень-очень редко. Особенно в выходные и в такое вот время, когда уже ближе к вечеру, то все равно проще и безопаснее перейти на противоположный путь. Вороны тут скачут. Пахнет одуряюще. Только чем? Пытаюсь понять чем. Наверное, только вот этими белыми какими-то дикими растениями, потому что больше вокруг ничего цветущего не вижу. А вот они цветут с двух сторон. Наверное, они какие-то медовые, потому что на них пчелки и собирают нектар и мед. Такие интересные. Так, впереди что-то шумит. Но это не трамвай. Это, судя по звуку, поезд. Сейчас мы его увидим. Откуда-то вынырнет из-за кустов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И буду изучать. Трава выросла по пояс. Даже выше. Вот что бывает, когда не косят. И такие здесь интересные, разные полевые. Есть цветы. такой какой-то сиреневый красивый куда-то вьюнок какой-то пытается подняться повыше его опыляет шмель самые лучшие звуки это звуки природы хорошо что на ютубе очень многие это поняли и начали выкладывать видео такие со звуками птиц из леса шумом ручья, шумом дождя это просто очень успокаивает ну если ты живешь где-то на хуторе то тебе это конечно и так каждый день вокруг тебя но если ты городской житель офисный работник где-нибудь мало видишь эту природу то эти звуки они возвращают тебя совершенно чудесное такое волшебное сказочное пространство такие величественные деревья большие, красивые с густыми кронами такой маленький кусочек он не дикий вы не бойтесь вы иногда спрашиваете как я там где-то хожу по каким-то местам непонятно вот там видите дом это просто край района здесь рядом железнодорожные пути, трамвайные за ними там раньше были предприятия очень много предприятий которые сейчас в большинстве своем все-таки уже не существуют не работают но район достаточно живой ни заброшка, ни окраина Риги как кто-то мне писал что вы там все время окраину Риги показываете до центра здесь 10 минут на общественном транспорте до старой Риги так что мне мой район нравится он одновременно и близко к центру и в то же время такой зеленый а вот это уже трамвайчик судя по всему хорошо что я сошла с путей трамвайных а то бы он сейчас меня бы догнал бы ну вот я и дома и покажу вам свои покупки хотелось такую белую сумку чтобы она как-то сочеталась с этим белым низом потому что все равно я буду носить эти хлопковые такие вот как леггинсы я не знаю как они там называются ну без них никак если платье даже длиннее мы обсуждали ну надеюсь это между нами девочками нас мужчины не послушают ноги натираются их не спасают например мои ноги ни тальк, ни дезодоранты не спасают а носить какие-то панталончики как вы предложили или шерстики дело в том что многие платья настолько прозрачные что это очень будет хорошо видно что ты там в каких-то панталонах поэтому остается только такой вариант таких узких хлопковых белых брючек у меня белые такие макосинчики может быть посмотрю какие-то кроссовки дырчатые и белая сумка и это все будет очень хорошо смотреться даже если будет украшение вот такое вот темное оно из дерева оно легкое, приятное и мне нравится носить украшения особенно летом когда же их еще носить зимой же их не видно вот это первое купленное платье это впереди 10 дней и хотя бы чтобы было каждое платье там три дня поносить потому что у меня три платья вот таких с короткими рукавами потом как только станет холоднее я конечно опять переберусь в длину 3 четверти рукава я не очень люблю вот эти короткие сумка отлично у нее есть ручка короткая есть ручка длинная через плечо и она очень легкая что тоже немаловажно так по мне уже опять потекло все как же жарко так, ну, кто угадал тому ставлю 5 ну, сложно было пройти правда оно веселое даже эти рыбки горизонтальные тоже не сильно портят лучше бы они были вертикальные наверное, но все равно материал вообще тончайший легчайший и просвечивается поэтому вот очень хорошо когда все-таки снизу как-то грамотно все одето надето так, второе платье не ожидала, кстати, что я его куплю но вот просто понравилось как оно сидит оно очень благородно, красиво и оно такое даже праздничное вот летнее праздничное платье тоже должно быть ну-ка подумайте пока я переодеваюсь что я взяла и, конечно, это вот это платье с завязками на карманах которые позволяют сузить его по необходимости или наоборот сделать шире очень, на мой взгляд такое лаконичное очень красивое под него все украшения которые у меня есть подойдут это будет просто замечательно в зависимости от цвета сумки вот здесь уже белая, конечно, сумка наверное не приветствуется будет слишком уже перебор но коричневая или какая-то голубая если вот здесь у меня сейчас такое морское как бы украшение мне очень понравилось я думаю, что его буду охотно носить и не только в праздничные дни хочу вам поближе показать сумочку вот это марка такая у нас Даниэла Донати мне понравилось что здесь есть карман который на кнопке но его можно, очевидно, и вот так вот носить то есть ну такая маленькая хитринка какая-то своя изюминка две ручки одна длинная отстегивается а, нет короткая как раз отстегивается нет, они обе отстегиваются что очень хорошо то есть она уж либо то, либо то как-то приспособится вот здесь кармашек есть и сейчас посмотрим что там внутри я не сильно долго ее рассматривала надо сказать мне она понравилась я ее сразу схватила на нее два года гарантия то есть если за это время сломается замок там что-то случится ты приносишь обратно в магазин они ее ремонтируют так, внутри есть карманчик на молнии и есть два отделения кармашка без молнии и в целом там одно отделение что мне тоже нравится потому что когда два я начинаю путаться в общем такая вот простая легенькая не настоящая кожа поэтому цена была вполне такая адекватная но не самая дешевая так, сейчас я вспомню по-моему 30 30 с чем-то евро ну сумочка хорошая ну вот наверное на этом и все у нас такой будет достаточно короткий короткий вложек потому что невозможно просто по мне вот я прямо чувствую как во мне течет вода и нужно нужно идти в душ нужно попить холодного чаю и немножко отдохнуть потом попозже вечером выйду с собачкой и сейчас она отказалась у меня гулять хотя я за ней гонялась сумочкой переноской чтобы ее туда посадить но она сказала иди сама ты хозяйка гуляй в такой погоде я уже тоже сама не хочу довольно тяжело это переносится первые дни потом наверное когда привыкаешь уже как-то нормально воспринимается но сейчас еще пока слишком жарко и это так быстро произошло что организм еще не перенастроился вот так что завтра будет новый день новые песни новый влог что-то будет новое и надеюсь у вас тоже будет что-то интересное происходить погода меняться в лучшую сторону настроение на этом пока с вами прощаюсь всего хорошего пока-пока до новых встреч субтитры 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 субтитры